С 1 сентября 2024 года вступает в силу постановление правительства Российской Федерации от 11 октября 2023 года номер 1678. Оно определяет порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. В частности, это постановление затрагивает и учебные центры, реализующие образовательные программы по охране труда. Постановлением определено, что учебные центры могут реализовывать электронное обучение как частично, так и полностью вести образовательную деятельность дистанционно. Допускается обучение в режиме реального времени, то есть при взаимодействии с преподавателем онлайн, и также учебные центры могут проводить электронное обучение без непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимися. А само прохождение обучения может быть отложенным во времени. Иначе говоря, учащиеся на дистанции могут без участия преподавателя и в удобное для них время самостоятельно проходить обучение, используя материал, заранее подготовленный учебным центром, а также электронные базы данных, специальные цифровые образовательные сервисы и информационно-телекоммуникационные сети. При использовании всех этих средств у обучающихся должна быть возможность самостоятельно выполнять задания, а у преподавателя, соответственно, осуществлять контроль усвоения материала. При этом в течение всего периода обучения у обучающихся должен быть постоянный доступ к электронным сервисам и образовательному контенту. То есть из любого места, посредством любого гаджета, будь то смартфон или ноутбук, человек, проходящий обучение, должен иметь возможность воспользоваться цифровыми сервисами. Собственно, в этом и есть сущность дистанционного обучения. Оно позволяет человеку обучаться, но при этом быть мобильным, не привязываться к учебной аудитории или, скажем, к режиму работы учебного центра. В плане же содержания дистанционная программа обучения не должна уступать очному обучению. Система дистанционного обучения должна обеспечивать возможность проведения всех видов занятий и оценки результатов обучения. Кроме того, она должна фиксировать ход образовательного процесса, а также результаты аттестации с тем, чтобы в любой момент можно было с этими данными ознакомиться. К слову, о фиксации данных по обучению. Предусмотрено, что система дистанционного обучения предполагает формирование цифрового индивидуального электронного портфолио обучающегося, сохранением его работ, а также рецензий и оценок, которые он получает за свои труды. То есть это своего рода цифровое досье, где хранится весь ученический бэкграунд. О персональных достижениях, компетенциях, документах об образовании, квалификации, а также о документах, подтверждающих освоение онлайн-курса. Кстати, постановление 1678 приводит определение понятия онлайн-курс. Это учебный курс, реализуемый с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, размещаемый на официальных сайтах образовательных организаций и образовательных платформах, доступ к которому предоставляется через интернет и направленный на обеспечение достижения обучающимися определенных результатов обучения. Другими словами, онлайн-курс — это сугубо дистанционное обучение, где элемент очного взаимодействия с учебным центром и преподавателем отсутствует полностью. Но, как уже было сказано, онлайн-обучение по своему качеству, по уровню информативности, ни в коем случае не должно быть ниже очного обучения. И задача образовательных организаций учебных центров — это обеспечить. В частности, постановление 1678 определяет, что у обучающихся дистанционно должен быть постоянный доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин, практик. Другими словами, обучающийся должен иметь возможность в любое время ознакомиться с содержанием своей учебной программы или модуля, который он проходит. Далее. У обучающихся должен быть доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам с учебно-методическими материалами, указанными в рабочих программах. Собственно, учебные центры отвечают и за подготовку рабочих программ, и за доступ обучающихся не только к их содержанию, но и к тем учебным материалам, которые в них упомянуты. Кроме того, на плечи учебных центров ложится определение порядка оказания технической и учебно-методической помощи обучающимся, в том числе и в форме дистанционных индивидуальных консультаций, если это необходимо. То есть при дистанционном обучении остается, естественно, возможность взаимодействия с учебным центром. Обучающийся не остается один на один с собой и своими вопросами. Также система дистанционного обучения предполагает возможность взаимодействия между участниками образовательного процесса, то есть обучающимися, преподавателями, кураторами и так далее. Это общение может быть как опосредованное, ну, например, посредством отправки электронных писем, так и в режиме реального времени, например, общение в специальном чате. Еще одним важным элементом системы дистанционного обучения выступает сервис прокторинга. Он напрямую упоминается в постановлении 1678 и предусмотрен для того, чтобы осуществлять контроль условий проведения аттестации и текущего контроля успеваемости, ну, а также фиксировать нарушения. Простыми словами, прокторинг – это сервис наблюдения за обучающимися в дистанционном режиме. Защищает от нечестных манипуляций, подменной личности и утечки информации. Конкретный порядок применения учебными центрами сервиса прокторинга, а также сервисов взаимодействия преподавателей с обучающимися посредством, видеоконференц-связи, быстрого обмена текстовыми сообщениями, фото, аудио, видео и прочей информацией определяются локальными нормативными актами учебного центра. Секрета эти данные представлять не должны. Учебный центр размещает их в открытом доступе на своем официальном сайте. При подключении к электронной системе обучения может быть предусмотрено прохождение обучающимся аутентификации посредством единой биометрической системы в соответствии с нормативными документами, которые вы сейчас наблюдаете на экране. Но допускается и использование альтернативных информационных систем, которые обеспечивают идентификацию или аутентификацию личности. Использование единой биометрической системы – это право, а не обязанность учебного центра. Если мы все же говорим о единой биометрической системе, коротко ЕБС, то это государственная цифровая платформа, которая позволяет установить и подтвердить личность человека по его физиологическим и биологическим характеристикам. В ЕБС используются два вида биометрии – это изображение лица и запись голоса. Проще говоря, система узнает нас и дает доступ к системе дистанционного обучения. Но не забываем, что обработка биометрических персональных данных допускается только с согласия обучающегося. Если учебный центр принял решение не задействовать ЕБС, то он определяет свой способ аутентификации обучающихся. Это может быть персональный логин и пароль, например. В заключении отметим, что дистанционное обучение не вытесняет обучение классического, очного, хотя и весьма плотно уже входит в нашу повседневность. Учебные центры до сих пор обучают и очно. В этом случае они должны соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования и получить соответствующее заключение Роспотребнадзора, который подтвердит, что здание, оборудование и иное имущество, используемое в образовательном процессе, соответствуют санитарным нормам. Без этого не выдадут лицензию на образовательную деятельность. Но и очное, и дистанционное обучение имеют равный юридический вес. Так, например, дистанционное обучение по охране труда, так же, как и очное, предполагает прохождение проверки знаний и проставление оценки. Если человек не прошел обязательного обучения по охране труда ни в каком виде, ни очно, ни онлайн, он не может быть допущен к работе. Запрет этот обоснован, ведь такой человек может представлять опасность не только для самого себя, но и для окружающих. Ну а за допуск к работе без обязательного обучения по охране труда работодатель может быть оштрафован по статье 5.27.1 КОАПа от 110 тысяч рублей до 130 тысяч рублей. Берегите себя и спасибо за внимание.